Друзья, привет! Нахожусь на очередном из наших объектов. Наполняем работу по утеплению чердачного перекрытия. Хочу вам показать детали. В качестве ветрозащиты используем вот такую вот пленку. Мента 3000. Достаточно плотный, хороший материал. Имеет также клеевую полосу для того, чтобы перехлёстки полотен были проклеены и были максимально герметичны. Имеются у нас вот такие вот здесь в доме стены. Как выполнить здесь герметичное примыкание? Используем вот такую вот грунтовку от компании ProKlima и ленту Texon Wann. Предварительно на кирпичную кладку нанесли плиточный клей для того, чтобы у нас здесь было основание. Далее нанесли грунтовку и проклеили с помощью вот этой вот ленты. Таким вот образом получилось максимально герметичное примыкание и воздухонепроницаемое. Как выглядит у нас пирог по утеплению? Здесь вот часть мы недоделали, потому что будем сейчас вот этому основанию устанавливать лаги. Здесь есть возможность как раз показать весь пирог. Пароизоляцию мы применяем адаптивную. Используем вот такой вот материал. Называется он Desotop. Также от компании ProKlima. Очень понравился в работе. Он достаточно плотный, не боится каких-либо повреждений. Укладываем его между балок и заводим, соответственно, на стены. И также полностью проклеиваем для того, чтобы у нас пароизоляция была герметична. Далее устанавливаем брусок 50 на 50. И сверху у нас идет еще один брусок 50 на 50. Таким образом у нас получился слой утепления между балок 150 мм. Далее два слоя перехлёстного утепления по 50. Итого общий пирог утепления, теплоизоляции у нас получается 250 мм. Сейчас вот приподниму, покажу. Здесь вот узел. Вот здесь идет у нас стена. Все герметично проклеено. И вот здесь вот как раз видим у нас уложен утеплитель между балок. Вот он, толщиной 150 мм. Вот таким вот образом у нас получается сделать качественное утепление, также пароизолировать его и сверху выполнить устройство ветрозащиты. Вот так вот. Вот так вот. Продолжение следует...